Всем привет! Меня зовут Юлия, и сегодня я расскажу вам о книгах, которые прочитала в апреле. Сразу скажу, что этот отчет будет очень объемным и очень эмоциональным, потому что в апреле мне попадались как книги, которые 100% войдут в лучшее прочитанное за этот год, так и книги, которые заставляли меня во время прочтения буквально воспламеняться, и мне настолько не нравилось и настолько раздражало то, что я читаю, что приходилось делать даже перерывы, и о них мы тоже сегодня обязательно поговорим. Вас, конечно же, я приглашаю присоединяться к обсуждению в комментариях и писать свое мнение о книгах, про которые я буду рассказывать. Я же начну с того, что обозначу первую часть прочитанного. Она была посвящена трем книгам, которые стали для меня самыми важными и самыми главными в апреле. Это, во-первых, «Шишков у грюмряка», и это произведение, которое настолько запало мне в сердце, что я, в принципе, хочу вернуться к прочтению русской классики. И если у вас есть советы, если вы хотите мое мнение услышать по поводу какого-то произведения, обязательно пишите мне в комментариях. Я постараюсь ко всему прислушаться, и в мае к этой теме обязательно вернусь. Дальше «Утопия. Веню» от Дэвида Митчелла, которая, в принципе, является для меня идеальным жанровым сочетанием вместе с автором произведения, потому что это история про рок-сцену 60-х, пусть и про придуманную группу, но она настолько здорово улавливает дух эпохи, что выбираться из этого мира и из этого произведения мне не хотелось. Плюс я то, что не сказала вам в прочитанном, у Дэвида Митчелла всегда есть совсем небольшая, вот буквально капелька мистики, которая только больше привлекает к его произведениям и делает их для меня еще более идеальными. И, наконец, моя абсолютная любовь – это «Приключения Шарпа». Первые три романа из его юности, из начала его приключений и его карьерного пути – это, конечно же, Бернард Корнуэлл. И здесь, да, я обещала вам не рассказывать сейчас и не останавливаться снова на этих книгах, но я хочу буквально пару слов сказать в защиту Бернарда Корнуэлла, потому что я уже успела увидеть пару негативных отзывов, которые строились на том, что писатель использует одну и ту же сюжетную схему, он просто меняет декорации, он просто меняет там возраст героев и то, что вокруг него происходит, и, мол, совершенно не стоит тратить на это время. Но, во-первых, вся эта история называется авторским стилем, а, во-вторых, вся фишка Бернарда Корнуэлла, большая часть очарования, в принципе, его произведений в том, как раз какие декорации, какой исторической эпохой сейчас он пытается нас заинтересовать. И да, это не учебник истории, но ты настолько проникаешься происходящим, тебе настолько интересны эти приключения, что самому хочется начинать копаться в истории, самому чуть подробнее узнавать про эти исторические справки, которые Корнуэлл нам здесь и приводит. Ну и, в принципе, что плохого в том, чтобы наблюдать за любимым героем, пусть и по одной и той же сюжетной схеме, но все время появляются какие-то новые детали, какие-то новые фишечки. И если бы Корнуэлл, он и, в принципе, продолжает еще писать про Шарпа, если он напишет еще десяток романов, которые не будут уступать в качестве, но по той же схеме, я буду просто счастлива. И, наконец, мы переходим к книгам, про которые я вам еще не рассказывала и про которые сейчас будем говорить чуть подробнее. Во-первых, это этюд «В черных тонах» от Хосе Карлоса Самозе, и вы, наверное, по названию уже должны сделать вывод, о чем, вернее, о ком здесь должна идти речь. Конечно же, это произведение, которое прямым совершенно способом относится к вселенной Шерлока Холмса. И вот знаете, про Шерлока Холмса написано очень много произведений, как-то дополняющих, расширяющих вселенную. Иногда это откровенный фан-фикшн, который там совершенно не стоит внимания. Иногда это действительно очень оригинальные и интересные произведения, которые, допустим, какое-нибудь определенное расследование рассказывают от лица, от лица, например, Нуирен Адлер. Вот такое я читала в прошлом году, и тебе действительно хочется верить в них, ты понимаешь, что автор с пониманием, с уважением относится к детищу Конан Дойла. Это же книга. Во-первых, да, она определенно относится к типу произведений, на которые стоит обратить внимание, если вам нравится Шерлок Холмс, то крайне необычный образ вы здесь получите. С другой же стороны, Этюд в черных тонах, являясь, по сути, детективом, это, наверное, один из самых необычных детективов, которые я в своей жизни читала. Потому что книга, если разбирать ее по определенным сюжетным составляющим, детективам прикидывается и в оболочке детективной истории. Мы получаем, во-первых, историю об очень таинственном джентльмене, который является прототипом Шерлока Холмса. Кстати, внимание, эта история абсолютно художественная, это вымысел автора. Во-вторых, это история об одиночестве. Главная героиня, от лица которой здесь ведется повествование, она медсестра, которая устраивается в клинику для душевнобольных. И попутно с расследованием мы узнаем еще и ее историю жизни. И это очень болезненная, сложная и такая, ну, достаточно трагичная история уже немолодой женщины. И, наконец, эта история внезапно о театрах, о театрах подпольных, которые существовали в 19 веке. И вот эта театральная часть, которая находит отражение даже в самой структуре книги. То есть начинается здесь все с того, что часть называется «Занавес поднимается». Здесь есть программки, прямо напечатанные на страницах. И вот даже если вы, в принципе, не слишком интересуетесь театром, ну, как и я, здесь эта история не требует каких-то специальных знаний и читать, в принципе, все равно интересно. Итак, о чем же сюжетная эта история? И я сразу скажу, что «Этюд в черных тонах» обманул мои ожидания, но обманул их в хорошем смысле. Я ожидала, что здесь будет история о том, как молодой Конан Дойл познакомился с прототипом Шерлока Холмса, и они вместе расследовали, ну, даже не важно, что расследовали. И это, в принципе, все выливается в итоге в серию романов. Но по итогу мы получаем, как я вам уже сказала, такую трехсоставную книгу. Итак, здесь медсестра, которую зовут Энн, устраивается на работу в клинику для душевнобольных. Так сообщалось в аннотации, но по итогу оказалось, что это, что никто эту клинику именно там специальным заведением для психов не называет, потому что это учреждение предназначено для очень богатых клиентов. То есть там джентльмены, которые пусть и не в разуме, пусть и с какими-то отклонениями, личные сиделки, и, в принципе, это такое, знаете, здание за высокими заборами. И вот как раз там есть очень-очень необычный пациент, который как будто боится солнечного света, то есть он постоянно сидит в четырех стенах в своей темнице, он играет на какой-то воображаемой скрипке, он просит называть себя мистером Икс, и при этом главное его хобби и главная его вот эта страсть такая, ну, действительно похожая на душевнобольную какую-то одержимость, это страсть к расследованиям. Расследование он может с невероятной проницательностью проводить прямо сидя в комнате. Но по сюжету так получается, что Конан Дойл здесь, будучи молодым врачом, сталкивается с этим пациентом, и они вместе начинают расследовать убийство нищих на улицах вокруг этой лечебницы. Она здесь называется не лечебницей, а пансионатом, ну, что, в принципе, сути не меняет. Что самое интересное, изначально детектив не представлял для меня, во-первых, какой-то большой там загадки и большого интереса, потому что, ну, какие-то нищие, ты концентрируешься именно на персонажах. Прототип Шерлока Холмса такой необычный, тебе интересно за этим следить. Молодой Конан Дойл тебе интересно за этим следить. Что за историю медсестры? Тоже невероятно интересно. И еще очень важную деталь отмечу, которая касается степени моего интереса и динамики прочтения этой истории. То есть, вначале привлекала атмосфера очень мрачная, очень темная, конца 19 века, такая немного грязноватая. Я, кстати, вспоминала, где-то у меня здесь стоит Дэвид Моррилл с его инспектором мертвых. Вот примерно ту же атмосферу я здесь и находила. Потом дальше ты знакомишься с персонажами, они добавляются к атмосфере, становятся еще интереснее. И нельзя сказать, что книга читается супердинамично, и ты прямо вот не можешь перевести дыхание от событий, которые здесь происходят, но она тебя постепенно затягивает. И вот когда Самоза уже умело завладела нашим вниманием, начинается вот этот вау-эффект на последней сотне страниц. В общем, я довольна, совершенно не ожидала, что книга мне настолько понравится. При этом я буду ее советовать тем, кто хочет получить необычный образ прототипа Шерлока Холмса без упора на историю, без упора на достоверность. Ну и плюс, если вы любите театр и хотите еще узнать о каких-то подпольных, странных и жестоких действиях с этим связанных, тоже могу посоветовать. Ну и еще, если вы любите истории из конца 19 века, мрачненькие, тоже обратите внимание. Я же посмотрю еще, что у автора выходило. Если есть что-то похожее, хотя бы по атмосфере или там времени действия, то я обязательно обращу свое внимание. Дальше в апреле я читала комиксы в количестве трех штук, что по моим меркам немало. Во-первых, это были «Чародейки», такое путешествие по волнам ностальгии, и отзыв можно найти вот здесь. Это были 24 часа чтения и два авторских комикса, про которые сейчас расскажу вам поподробнее. Во-первых, я познакомилась с работой Джеффа Лемира, который называется «Подводный сварщик». И здесь небольшое отступление о том, кто такой Джефф Лемир. Это, во-первых, сейчас звезда комикс-индустрии, и работает он как над абсолютно коммерческими проектами, вроде линееку Marvel, DC, так и над авторскими комиксами. И вот как раз мое знакомство с Лемиром состоялось с такой историей, чем я очень и очень довольна. Перед тем, как рассказать вам о своих впечатлениях, скажу, что меня заинтересовало и от какой ассоциации я не могла отделаться на протяжении всего прочтения. В этом издании есть замечательное предисловие, которое сравнивает всю историю «Подводного сварщика» с каким-то одним неэкранизированным эпизодом «Сумеречной зоны». И я абсолютно согласна. Это, мне кажется, лучшее сравнение для того, чтобы объяснить вам, на что похожа эта история. И вот все классические эпизоды «Сумеречной зоны» строились на том, что есть какая-то, с одной стороны, простая история, но, с другой стороны, в какой-то момент в ней начинает происходить что-то пугающее, что-то мистическое, странное. Ты вроде как читаешь простую, меланхоличную, жизненную историю о человеке, который, как нетрудно догадаться из названия, занимается подводной сваркой. Я сейчас отдельно скажу про эту профессию. Но вместе с тем он погружается не только под воду, он погружается в себя. И вот на глубине он сталкивается, я даже не знаю, стоит ли вам спойлерить с чем-то мистическим или это мистическое есть только в его голове, но это очень необычное приключение и путешествие внутрь себя и столкновение с призраками прошлого. Если рассказывать детальнее о сюжете, то это история о молодом человеке по имени Джек, который работает подводным сварщиком на нефтяной вышке у берегов Шотландии. И они вместе с молодой женой готовятся стать родителями. И вот Джека это грядущее отцовство и пугает, и тяготит, и он в прямом смысле погружается в работу. Можно сказать, что это очень такая в лоб и простая метафора, то, что у него давление на суше и давление уже в прямом смысле под водой, если бы не как раз вот эта сюжетная мистическая составляющая, которая твое внимание и интерес очень сильно подогревает. Во время одного из рабочих погружений Джек, во-первых, начинает слышать какие-то странные голоса, какие-то странные призывы, при этом он встречает очень важный предмет из его прошлого, и Джеку приходится разбираться в себе, разбираться в своих отношениях с отцом. Это очень трогательное, очень душевное, и при этом несколько меланхоличная сюжетная линия, которая во многом и составляет вот прелесть этого комикса. Если вы любите историю о том, как человек переосмысливает свою настоящую жизнь, разбираясь со своим прошлым, это как раз такая история. Она еще и замечательно нарисована, мне очень понравился простой, но вместе с тем очень выразительный стиль Джеффа Лемира как художника. Он идеально подходит именно этой истории, потому что атмосферно она производит, конечно, очень сильное впечатление. Но еще в дополнение меня заинтересовал автор, я стала про него дополнительно искать, про его другие работы, искать дополнительно всякую информацию на ютубе. Я оставлю вам ссылочку на два ролика, один из них является прямо чуть ли не полноценной лекцией по творчеству этого художника, а во втором, там канал, посвященный комиксам, и там ведущий показывает свои покупки, которые целиком состоят как раз из комиксов Джеффа Лемира, и там можно позалипать на обложечке, ну и кратко послушать вообще, что он еще написал. Я же на русском еще заинтересовалась комиксом «Графство Эссекс», надеюсь, не путаю название. В общем, советую вам обратить внимание. И второй авторский комикс, вот сейчас будет история, это Виталий Терлецкий и его «Падение Ельцина с моста». Здесь, конечно, уже восхитительная обложка и название. Все началось с того, что я смотрела подкаст «Дизгастин Мэн» «Отратительные мужики», и там Виталий Терлецкий был в гостях. Он рассказывал, в принципе, очень интересно и про комикс-индустрию ее состояния на сегодняшний момент в России, и я с удовольствием послушала, и как раз там, можно сказать, презентовался этот комикс. И меня, во-первых, вот захватила эта несколько бритовая изначальная идея написать целый отдельный комикс, который основывается на совершенно странной и безумной статье из Википедии, которая называется «Падение Ельцина с моста». То есть это вообще ни разу не шутка. 28 сентября 1989 года Ельцин ехал, куда-то не доехал и упал с моста. И потом пришел участок мокрый, и вокруг этого начали строиться и развиваться самые разные теории. Есть история об этом инциденте, которая реально обсуждалась по телевидению на заседании Верховного Совета СССР, и здесь разбираются, ну, вроде как, и более такие адекватные версии, которые приводились в печати, и версии, которые связаны просто вот как будто эпизод секретных материалов. На самом деле я очень люблю, когда какая-то странная идея начинает раскручиваться и в итоге превращается в самостоятельное произведение. Меня захватывает, в принципе, возможность существования такого в нашем мире, и я комикс настоятельно никому не буду советовать, потому что это очень специфическая вещь, и если вы не горите комиксами, особенно авторскими, и, в принципе, с этим направлением мало знакомы, но при этом я крайне советую вам посмотреть интервью с автором, и, возможно, его рассказ про этот комикс и вообще про этот случай вас как раз заинтересует, как меня, и вам тоже захочется прочитать. Я же не разочарована, это в моей комикс-коллекции будет такой уникальный и очень интересный экземпляр. Дальше возвращаемся мы к книге, про которую я сейчас, боюсь, я начну рассказывать. Я только беру ее в руки, и у меня уже ком в горле появляется, потому что это сборник рассказов, художественных рассказов Терри Пратчета под названием «Мерцание экрана». Очень красивая обложка, которая невероятно подходит этому сборнику. И последнее, почему я сделала именно акцент на слове «художественное», потому что последний сборник Терри Пратчета, который выходил на русском языке, это были опечатки, и это был нонфикшн сборник. Здесь же конкретно все рассказы очень удобно разделяются на две большие категории. Во-первых, это короткие произведения не о плоском мире, то есть совершенно автономные и самостоятельные. И вторые рассказы – это короткие произведения о плоском мире, которые как-то должны раскрывать нам дополнительно эту замечательную вселенную. И я сразу и честно скажу вам, что прочитала только первую часть этого сборника, которая не касалась плоского мира, потому что для меня любое чтение Пратчета – это очень сильная эмоциональная перегрузка и эмоциональная встряска. Я не могу спокойно относиться к тому, что у меня осталось не так много неизученных и неизведанных произведений Пратчета, больше он их не создаст. И когда я это понимаю, начинаю читать, все, у меня ком в горле, у меня слезы на глазах. Я не знаю, почему у меня настолько трогательное отношение к этому писателю. Действительно, для меня прочтение его книги – это настоящее эмоциональное испытание. И расскажу вам о том, насколько замечательный этот сборник уже по первой части. Я, кстати, про чтение второй, рассказов о плоском мире, буду откладывать, насколько это будет возможно, потому что я рассчитывала читать их по рассказу в неделю или, может быть, даже в месяц и растягивать это удовольствие. Но в итоге я, как человек с зависимостью, все эти рассказы проглотила в один вечер. И они настолько яркие, настолько классные, что оставляют очень сильное впечатление. И я, наверное, начну с того, что выделю три главных для себя рассказа. Первый из них называется «Предприятие Аида», и он был официально опубликован в 1963 году. Но на самом деле Терри Пратчетт написал его в 13 лет. То есть это очень раннее произведение, но оно настолько классное, оно уже обладает потрясающим финалом и такое очень грамотное и взрослое по структуре и, в принципе, по посылу. То есть ты понимаешь, что Терри Пратчетт с самых юных лет уже обладал вот этим особенным взглядом на наш мир, уже очень четко подмечал какие-то особенности и мог отразить их в фэнтези-реальности. Мне, кстати, очень понравилось, как про Пратчетта сказала Антония Байетт. Она говорила о том, что Терри Пратчетт – это человек, который великолепно разбирается и в банках, и в служащих, и в менеджменте, и в налогах, но при этом он не менее круто разбирается и в драконах, и в ведьмах, и в троллях, и в гоблинах. То есть это человек, во-первых, автор с большой буквы, но, во-вторых, который может подметить какую-то проблему в нашем мире и очень тонко, саркастично преобразить ее в фэнтези-реальность и создать какое-то уникальное произведение, пусть короткое, пусть там на десяток страниц, но оно будет полным, законченным. И я никогда не воспринимала Терри Пратчета как какого-то великого мастера малой прозы рассказов, но читая это, я не могла оторваться, и я поражалась, насколько уже, будучи хорошо знакомой с писателем, я могу открывать для себя какие-то новые его стороны. И так я снова отвлеклась на свою великую любовь к Пратчету и сбилась с основного рассказа. И очень кратко, буквально в двух словах, расскажу вам о произведениях, которые меня больше всего впечатлили, хотя, повторюсь, понравилось абсолютно все. Первый из них называется «Предприятие Аида». Это рассказ, который повествует о том, как решили пропиарить ад, создать ему настоящую рекламную кампанию. Второй крайне понравившийся мне рассказ называется «Дышите коротко и экономно». И это такое, знаете, очень пугающее будущее, где воздух является настолько ценным ресурсом, что люди буквально дышат и потребляют его по графику. И, наконец, третий рассказ, название которого длинное, и я не могу запомнить. «Хуже дурака, только старый дурак, стоящий в английской очереди». Потрясающая сатира на наше общество и, в принципе, на ту ситуацию, что в любой длинной очереди находится человек, который обязательно тупит там, какие-нибудь монетки считает, чувствует, как будто у него все время мира за плечами, он может вести светские беседы с тем, кто отпускает эту очередь. Потрясающий рассказ, который найдет отклик, я уверена, абсолютно у каждого. Я еще специально для видео узнала мнение у своей подруги, которая прочитала его целиком, можно ли читать рассказы о плоском мире тем, кто не знаком с этой вселенной. И она сказала, да, рассказы читаются тоже автономно, но при этом, если вы знакомы с плоским миром, вы будете встречать там какие-то отсылочки, может, знакомых персонажей, но целиком этот сборник можно читать, абсолютно не зная ничего про Терри Пратчета, и этим, мне кажется, он тоже очень и очень ценен. Дальше, Роберт Хайнлайн, я наконец-то прочитала «Туннель в небе» и есть скафандр, готов путешествовать. Вообще, для меня большим открытием стало, что в творчестве Хайнлайна есть целое направление, которое называется «Книги для юношества» или «Для юных читателей», там как-то прямо особенное название. В общем, это книги про подростков, и у которых целевой аудитории обозначены подростки. Для меня это действительно стало удивлением, потому что я с Хайнлайном знакома, в первую очередь, как с автором моего любимого «Звездного десанта», как с автором «Двери в лето», которое тоже мне очень-очень понравилось, и, в общем-то, это достаточно взрослые и серьезные произведения. Расскажи про этот сборник, как вы видите, здесь две повести, я начну с того, что у меня до сих пор не сформировалось финальное мнение, понравилось мне абстрактное или понравилось мне, ну, потому что это Хайнлайн, потому что это воспоминания о детстве и что-то такое очень ностальгическое. И, дочитав, я пыталась проанализировать и пришла к выводу, что самая большая проблема, которую я вижу в творчестве Хайнлайна конкретно здесь, я не понимаю, кому сейчас, вот на сегодняшний день, на 21-й год, кто является целевой аудиторией, потому что, мне кажется, в качестве Янка Далта это вообще не зайдет. Здесь подростки, хоть и являясь главными героями и центральными персонажами, очень плотно вписаны в контекст именно политический и социальный того времени. И да, Хайнлайн славится именно своей социальной фантастикой, социальной подоплекой и выводами, которые он встраивает в свои произведения. Но вот даже какие-то, может, устаревшие темы во взрослой фантастике смотрятся более актуально. Но когда это абсолютное приключалово, я сейчас расскажу вам хотя бы завязки сюжетов, когда это абсолютно приключение, рассчитанное на подростков, а ты наблюдаешь, как дети там пытаются писать конституцию или создают свое небольшое государство и начинают строить иерархию. И причем во время прочтения ты чувствуешь, что это очень несовременно, что это именно фантастика середины 20 века. То есть подросткам я бы точно это не могла рекомендовать для взрослых. Здесь вот основная сюжетная завязка. И, в принципе, герои, ну, слишком, мне кажется, простенькими. В итоге же, если поностальгировать, если почувствовать себя снова там 15-летним, 16-летним, и если вы в юности читали Хайнлайн, ну вот как я, возможно, вам так же зайдет. Просто делаю упор на то и предупреждаю вас, что я сейчас буду говорить восторженно, но вы имеете в виду, что это абсолютный продукт своего времени. Если «Звездный десант», я, кстати, боюсь его перечитывать, но, насколько помню, читался очень хорошо и сейчас, и на сегодняшний день, то эти произведения абсолютно вот остались в 50-х. Итак, чуть конкретнее о сюжетах «Туннели в небе» — это рассказ о том, как в будущем появляется технология с Земли попасть абсолютно в любую точку галактики с помощью «Туннеля в небе». И перед тем, как начать использовать технологию, и перед тем, как стать какими-то крутыми космическими первооткрывателями, школьники, подростки должны обязательно проходить некие этапы обучения, и обязательной ступенью является экзамен, когда их забрасывают на какую-то неколонизированную планету, здесь, на которую они попадают, ну, по атмосфере примерно напоминает, наверное, нашу Африку, и должны там поодиночке выживать в течение определенного количества времени, совершенно небольшого, но, как вы понимаете, все идет не по плану, и этот экзамен растягивается на довольно большое количество лет. И подростки, изначально находясь поодиночке в этих условиях, сначала сбиваются в группу, но потом уже основывают настоящее поселение и начинают его развивать. И вот здесь Хайнлайн углубляется реально в социальную подоплеку, в социальную структуру, то есть там начинаются деления на уровни старшие, младшие, там чуть ли не на сословие, плюс они пытаются написать конституцию, и вот это даже не наивность, но вот это очень подростковая составляющая, когда им нужно выживать, думать там о еде, как прокормиться и как выжить, а они пишут себе законы. Может, с одной стороны, это и правильно, но это такая очень тема шатенькая и интересная, мне кажется, именно для обсуждения. С другой стороны, мне нравился путь развития главного героя. Его здесь зовут Роб, и мы изначально наблюдаем за, ну, можно сказать, испуганным мальчишкой, как он постепенно превращается в мужчину, который становится во главе этого первого поселения на планете. В туннеле в небе, кстати, еще и поднимается тема отношений с родителями, и я подумала, что за 70 лет в подростковых книгах практически ничего не изменилось в этом плане, потому что отношения с родителями остаются актуальными абсолютно всегда. Я же брала этот сборник в первую очередь из-за «Есть скафандр, готов путешествовать», меня очень привлекло название, и здесь снова мы наблюдаем за подростком, но при этом Хайнлайн совершенно фантастически вписывает в сюжет ту тему, что мечты может задавить капиталистический мир. Здесь по сюжету подросток мечтает о том, что он отправится на Луну, конкретно на базу людей на Луне, у него будет космическое путешествие, приключения, и для этого ему нужен скафандр. И вот этот скафандр он может выиграть в конкурсе, который устраивает мыловаренная компания, он очень много усилий прилагает, и он получает этот самый скафандр, только скафандр оказывается списанным, потрепанным, старым, ну и практически бездейственным. В целом, обобщая свои эмоции от сборника, может в течение пары месяцев они у меня немножечко придут к какому-то равновесию, и я вам в конце лета буду делать какую-то подборку с фантастикой, и поконкретнее расскажу. Но сейчас не знаю, кому посоветовать, не знаю, кому это может понравиться. Если же хотите познакомиться с Робертом Хайнлайном, как с автором взрослой классной фантастики, пусть и может быть несколько наивной и устаревшей, это будет в моих рекомендациях либо «Звездный десант», либо «Дверь в лето», которую я, кстати, не очень давно читала, либо что у меня тут на полочке с фантастикой стоит. Вот еще, кстати, очень классная повесть, у него неприятная профессия Джонатана Хога, которая тоже меня в свое время очень порадовала. Кстати, еще потрясающая история о том, как я вообще взялась за эту книгу, потому что она у меня на полочке с непрочитанным стояла, наверное, с середины осени, и я все откладывала, откладывала, как-то у меня к фантастике, особенно того времени, не было особого желания возвращаться, и тут я дочитала «Угрюмреку» и такая, ну все, хочу классику хотя бы чего-то читать, хочу вот что-то несовременное посмотрела, и у меня из непрочитанной классики был единственный «Хайнлайн», очень он слабо коррелируется с тем, что я хотела. А вот дальше я беру в руки «Короля Шрамов» Ли Бардуга, и мне кажется, я сейчас, рассказывая про эту книгу, просто улечу на своих горящих эмоциях «Космос», настолько мне не нравилось то, что я получала, причем сейчас я постараюсь как-то упорядочить свои мысли, но у меня не получается настолько зла на эту книгу. Кратко про Ли Бардуга. Начинайте с трилогии про Равку, первая книга «Тень и кость», продолжаете диалогии «Шестерка воронов», и только потом читаете «Короля Шрамов», иначе вы вообще не будете понимать, что здесь происходит. Книга позиционируется как отдельное, такое автономное произведение, вернее, это первая часть диалогии, но это вообще не так. Если «Трилогию» можно читать отдельно, если «Шестерку воронов» можно читать отдельно, нет, эту книгу нужно читать только уже после полного знакомства с историей персонажей, иначе кто такой Николай, почему он находится на том месте, на котором мы его здесь встречаем, что вообще за «Король Шрамов», вы вообще не будете понимать, в чем дело. После написания этой книги Ли Бардуга можно сразу открывать свой мастер-класс, как написать 600 страниц, и в них не рассказать вообще ничего. Эта книга – один какой-то огромный, бесконечный, невероятно скучный пролог к тому, что будет происходить в «Правлении Волков» во второй части, которой на русском еще нет. И единственное оправдание, которое я сейчас могу придумать, может, если читать эту диалогию сразу, то есть вот первую часть, и «Правление Волков» в целом, не знаю, там на 1200 страниц, может тогда, получив какие-то дополнительные повороты сюжета, получив какое-то завершение сюжета, может, я бы не так сильно горела, но здесь из всей, понимаете, больше, чем 600 страниц, я единственная полезная информация, которая хоть как-то была интересна, касалась она того, почему грешей, людей, которые взаимодействуют с магией этого мира, почему их так называют. Все. Самая главная претензия, которая касается моих невероятно обманутых ожиданий, это того, что я ждала книгу, посвященную целиком моему любимому персонажу Николаю Ланцову. Он появляется во второй части, во второй книге из трилогии «Тени кость», и я прекрасно понимала, что мы здесь уже никак не можем встретить приключений вот этих залихватских пиратских, но то, что он здесь будет вообще где-то на вторых ролях, это ни в какие ворота не вписывается. Вот представьте, что вы читаете «Игру престолов», закончили цикл, очень бы хотелось, и вам пообещали отдельно книгу там или дилогию про Тириана, и вы берете ее в руки и понимаете, что на самом деле это больше история про Брана, про Сансу, там может про Арию, и Тирион, как обещали, опять не на главных ролях, и он просто, ну просто как участник событий. Сумбурно много всего происходит, но при этом пустота. То есть ты читаешь, и как будто вот так водичку из стакана в стакан переливаешь, и меня больше всего поражает объем, как вот это ничего можно растянуть вот настолько. И я понимаю, что Либа Ардуга для меня это настолько неравномерный автор, то есть «Шестерка воронов» была скучной, трилогия про Равку мне понравилась, и меня хоть там где-то и бомбило, и кто-то меня там возмущал, но при этом это было такое чтение с эмоциональной отдачей. Здесь же эмоциональная отдача заключалась в том, что я подруге писала гневные сообщения, это что такое, это что я сейчас читаю, а дальше там будет интересно или нет, и она мне отправляла смеющиеся смайлики, нет, можешь даже не надеяться. И вот эта книга, являясь, естественно, абсолютно проходной, совершенно бесполезная для вселенной Либа Ардуга. И может быть, так сильно бы я не возмущалась, если бы Николай, пусть и не занимая большую часть сюжета, оставался бы самим собой. Здесь же ощущение, что он какой-то униженный и оскорбленный, за него все решают, он не может принимать, никакие самостоятельные действия предпринимать. И когда я закрыла книгу, вот здесь от одной рецензии, я вам сейчас ее даже зачитаю на обложке, ну все, у меня просто чуть мозг не взорвался. Эпическая фэнтези Бардуга заметно выделяется особым уровнем исторической и эмоциональной проработанности. Слово исторической я даже разбирать не буду. Эмоциональной, но вот только что эмоции горящие я могу испытывать. Не знаю, если вы читали Короля Шрамов и вам понравилось, напишите мне, пожалуйста, об этом спокойно, за что вы полюбили эту книгу. Возможно, я хотя бы чуть-чуть притушу свой пожар по отношению к этому автору. Правление волков, я не знаю, мне вот еще одна моя подруга уже рассказала, чем там закончится. Если я и буду читать, то только чтобы вот просто снять какой-то разгромный обзор на целиком эту дилогию. И мне даже не верится, что мне трилогия Тени и Кость понравилась и до сих пор я, кстати, про сериал вам, вот думаю, в каком формате еще отзыв свой записать, потому что у меня осталось там две серии, и пока эмоции такие. Очень смешанные, есть то, что прям очень нравится, ну а есть то, что связано как раз с шестеркой воронов, прямо вообще нет. Дальше книги, которые я дочитывала и про которые вам уже где-то как-то рассказывала, и сейчас сделаю такое краткое резюмирующее мнение. Во-первых, So Let It Be Written про фронтмена Металлики Джеймса Хэтфилда. После прочтения этой книги, во-первых, у меня создается впечатление, что каждый уважающий себя фанат группы Металлика задается целью написать свою биографию этой группы, а во-вторых, что после прочтения уже третьей книги про Металлику, где одни, в принципе, и те же факты просто в разной немножечко форме рассказываются, я уже могу давать лекции про то, как зародилось, про то, как развивалось, какие альбомы им самим нравятся, какими они гордятся, что вообще, в принципе, с группой происходило на протяжении трех десятилетий. Когда же я брала в руки книгу с лицом Хэтфилда на обложке, когда второй частью названия значится подлинная биография Джеймса Хэтфилда, я ожидала получить историю именно его биографию, сосредоточенную на его личности. Она же по итогу плавно перетекает, да, начинается все с него, но в итоге это все равно краткая биография просто Металлики. Опять здесь насыпали шпилек в сторону моего любимого Мастейна, возможно, вполне заслуженно, здесь рассказывается, ну, понятно, и по ходу прочтения, ты про него какие-то факты снова одни и те же узнаешь, и в конце про конкретное выступление, и что он там в интервью сказал. И вот для того, чтобы эта книга являлась хорошей биографией группы, ей явно не хватает объема и детальности. Для того, чтобы эта книга являлась биографией одного конкретного человека, но она просто ей не является. И для меня, в принципе, все музыкальные биографии, это мой любимый жанр и очень близкий мне жанр, делятся на две категории. Во-первых, это книги, которые пишет сам человек, пишет очень откровенно, очень правдиво, и они при этом рассчитаны на самый широкий круг аудитории, ну, допустим, как «Я, Оззи» от «Оззи Осборна», все, что мне удалось вспомнить, понравится, мне кажется, абсолютно любому, либо же это биографии узкоспециализированные, где будет куча имен, куча каких-то дополнительных фактов, и рассчитаны они строго на фанатов, ну, допустим, как биография «Лэдзепелин» от Мика Ола. Здесь же ни первое, ни второе, что-то посередине, в итоге я недовольна. Если хотите узнать полную, ну, более-менее подробную, полную историю металлики, советую вам вот эту книгу. Здесь же из плюсов могу, кстати, выделить то, что есть фотографии, такая лощеная вставочка, фотографии не самые известные из разных периодов, и цветные, и не цветные, ну, посмотреть было приятно. Все. Дальше мы продолжим тему биографии, вот хоть и не музыкальная, но просто великолепный образец, крутой, вдохновляющей, полной и очень жизнеутверждающей биографии, при этом без перекосов какой-то морализаторства, занудства и взгляд на всех сверху, что вот я познал дзен и истину, а вы тут все недостойные, это Мэтью Макконахи и его «Зеленый свет». Читается абсолютно как художественное произведение, при этом книга основана на дневниковых записях, которые Макконахи вел на протяжении долгих-долгих лет, и книга является, с одной стороны, историей жизни, с другой стороны, историей пути к себе, познания к себе, принятия не каких-то философских принципов, очень мягко, очень направляющее, очень приятно, по-хорошему, жизнеутверждающее, и эта книга, которая действительно дает тебе прилив энергии и буквально расправляет крылья. Я читала ее на 24-х часах чтения, и потом вот неделю еще ходила под впечатлением, настолько мне это понравилось. Она, еще раз повторю, на русском еще и очень круто издана, здесь есть текст, как написанный рукой Мэтью МакКонахи, также он и продублирован на русский, то есть есть и перевод, и вы можете посмотреть, как это написал сам актер, и в принципе, все вот это издание читается, ну действительно, как такой очень хорошо упорядоченный дневник с выделенными мыслями, со списками, с записками, с заметками, и с фотографиями, просто супер, очень довольна. Дальше, для полноты отчета с прочитанным за этот месяц, поделюсь с вами уже подостывшими и более уравновешенными эмоциями от книг, которые уже успела дочитать. Во-первых, это вторая часть Шолоха от Антонины Крейн, читала в дороге, и вот, наверное, начну с того, что первая часть Шолоха в принципе читается довольно законченно, то есть там заканчивается сюжетная арка с поимкой маньяка и вот с этой детективной линией, ну и, естественно, финал, намекающий на продолжение. Вторая же книга начинается уже практически с того же самого момента, там проходит буквально неделя между первой и второй книгой, но вторую книгу нужно читать обязательно после первой, иначе вы очень многое понимать не будете. Мне очень понравилось, как здесь раскрывается с другой стороны главный, вернее, с новой стороны главный злодей первой книги, это один из моих самых любимых персонажей, и я очень боялась, что в этой истории мы будем встречать только его какие-то упоминания, что вот его там в темницу заключили, и все, но нет, его история продолжается, и пусть не на главных и первых ролях, но его на страницах я продолжаю встречать и продолжаю радоваться по этому поводу. Сам же Шолох, столица лесного королевства, остается для меня невероятно притягательным местом, полным магией, очень красивым, и я, кстати, еще успела заметить, насколько я привязалась именно к месту, к Шолоху, к этому городу, потому что первая книга начинается с того, что главную героиню закинула в другую часть этой вселенной, и мне все время хотелось, чтобы вот, ну, скорее, ну, пожалуйста, ну, вернись домой, мне интересно наблюдать все эти экзотические антуражи и новые декорации, но при этом очень хочется снова вот этого лесного королевства, вот этой магии, вот этой обстановки, знакомой локации, настолько мне это нравилось. Следующая книга это «Убийство во времени» Джулии МакКелвин. Как я вам расхваливала эту историю и говорила, что это очень неглупое произведение про попаданку, так я и продолжаю настаивать на том, что это максимально, насколько может быть, фантастика достоверной, настолько это читается очень логично. Здесь девушка из нашего мира, которая является агентом ФБР, попадает в прошлое и начинает там в меру своих возможностей применять свои способности детектива, ну, и постепенно углубляется в это самое время, здесь 19 век. И очень классно рассказывается, как она именно принимала вот этот факт перемещения во времени. То есть она не начала, как многие попаданки, там диктовать свои правила или, не знаю, ужасаться и верните меня домой. Именно классно и достоверно описывалась вот эта психология. Сначала шока, отторжения, непринятия, потом постепенного очень подстраивания под новые реалии. Нравилась крайне, героиня супер приятная, нравилась романтическая линия, не какая-то наигранная, глупая и сразу появляющаяся. Кстати, обложка у русскоязычного издания хоть и стильная, но в зарубежном варианте, вот если бы я увидела эту книгу и ничего про нее не знала, сразу бы схватила, потому что она мне обещает и мистику, и детективное что-то, еще и перемещение во времени просто прекрасно. Дальше, Ковенозеро Шамплейн, обязательно буду продолжать знакомство с этой серией. Я у редактора недавно в инстаграме видела кусочки обложки, которая только готовится, и в принципе понимаю, в какой цветовой гамме она будет, что снова будет сохраняться вот этот стиль. И вот Ковенозеро Шамплейн, как ни странно, пополнил для меня список произведений про ведьм, которые мне реально понравились. Я постоянно вам говорю, что про ведьм истории это не ко мне, мне очень редко какие нравятся, это либо должно быть что-то с юмором, это должны быть какие-то очень специфичные образы, потому что все эти обряды, ритуалы это не для меня. Здесь же все в принципе по канону, но при этом история цепляет, потому что в первую очередь эта история не о каких-то кровавых ритуалах, это история о человеческих отношениях. Здесь у главной героини перебили весь ее Ковен, и при этом она преследуема своим одержимым братом. Конечно же, история не в последнюю очередь понравилась мне из-за замечательного Коула Гастингса, детектива, который по первым заявлениям страдает аутизмом, но при этом у него очень необычные способности, как раз и базирующиеся на этом отклонении. Если вам не нравятся книги про какие-то психологические отклонения, то советую все равно обратить внимание, потому что здесь эта тема раскрывается совсем по-другому. Дальше Лабрис Глеба Кощеева ходила на презентацию этой книги, с удовольствием еще раз от самого автора послушала про историю написания этого произведения, какие здесь отсылочки, на чем основывается здесь в принципе локация. Я люблю такие подростковые с одной стороны истории, но при этом довольно тонко психологичные и вместе с тем истории, которые мистическую линию превращают в настоящее путешествие к самому себе. И наконец в апреле такой вишенкой на торте я прочитала вторую часть трилогии Дети Великого Шторма от Натальи Осаяну. Вы дружно все голосовали за то, чтобы был полный обзор на эту трилогию. Я обязательно ее дочитываю и такое снимаю, потому что мне в первую очередь хочется обсуждать эти книги. Здесь не все идеально для меня. Как оказалось, несмотря на пиратскую, морскую и очень близкую мне тему, что-то нравится, что-то вызывает восторг, но при этом есть и некоторые, даже не провисающие, некоторые скучноватые для меня части, которые при этом я прекрасно понимаю, кого-то наоборот привлекут. И вот как раз все эти детали мне хочется, захочется в своем обзоре разобрать. Я, конечно же, жду ваше мнение о книгах в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!